Школьные автобусы есть, но, видимо, не для всех. Такая ситуация сложилась в пригородном поселке Махачкалы-Десааф. Дети вынуждены добираться в школу пешком по несколько километров. В любую погоду и разное время суток. Автобусы вроде как запустили для учеников и ждут своего часа, сетуют жители поселка, но почему-то их не используют по целевому назначению. Почему, узнавала Луиза Раджабова. Как добраться в школу к светлым знаниям? Эту непростую задачу решают каждый день дети и их родители. Все потому, что тернистый путь, а именно несколько километров грязи и глубоких ям – это и есть дорога до ближайшей школы. Мы все жители микрорайона Десааф и я сама лично, как мама, хотим, чтобы нам пустили транспорт. Хотя бы, чтобы наши дети сухие, чистые добирались в школу. Обычно дети идут пешком. Школьный автобус не ездит в пригородный поселок Десааф, города Махачкалы. Хотя бы старые, лишь бы дети не мокли под дождем, заявляют родители. Вот видите, какие дороги у нас. По этой дороге в сапогах грязные все, ходят мокрые, проваливаются. Эти мокрыми ногами они целый день сидят в школе за партой. Мы хотим, чтобы нам выделили транспорт, чтобы наши дети могли ездить в школу. Последний месяц в адрес регионального отделения ОНФ Тагестана стали поступать жалобы. Народный фронт республики также обеспокоен процессом распределения школьных автобусов. Недовольство этих родителей заключается в том, что они задаются вопросом, проезжая мимо федеральной трассы в Агачауле. Они видят, что огромное количество детских школьных автобусов. И не только школьных автобусов, там спецтехника стоит и почему ее не распределяют. Машины стоят, идет срок эксплуатации этих машин, идет очень много вопросов. В таких поселках, как Дасаав, Ватан, нет таких машин. И эти люди приходят, обращаются и просят помочь Народный фронт республики Дагестан. На что мы не можем не реагировать и остаться в стороне. В разрастающейся Махачкале все больше проблематичных маршрутов. Между тем, количество школьных автобусов остается прежним. При росте населения действительно требуется дополнительный транспорт. И всем это понятно. Но, к сожалению, выделенные авто не для новых маршрутов. Как говорят специалисты, предназначены они лишь на замену старых. Так и оставляют детей микрорайона Дасаав мечтать о желтом автобусе на Южном посту. В частности того, который находится на площадках транспорт, и в некоторых возникает вопрос, почему их не распределяют. Хотел бы здесь дать пояснение, что с требованиями Минпромторга России и заводом-поставщиком, которым у нас есть соответствующий государственный контракт, его необходимо осуществить только после того, как поступит весь объем автотранспорта, который должен поступить в республику. А его составляет 140 единиц. Только после того, как вес автотранспорта поступит на эти площадки, в накопители, только после этого мы можем осуществить их приемку и распределить соответствующее в общеобразовательной организации. Всё, что оставляется на потом, оборачивается обычно серьёзными проблемами. Почему нельзя распределять транспорт по мере его поступления? Вопрос остаётся понятным для взрослых, но не для детей. Луиза Раджапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.